Тут будет построена по самому центральному входу входная группа, красивая, с освещением. Исторический центр Новоалтайска меняет облик. Большая площадь у центра культуры буквально перепахана. Не летают голуби, не ходят люди, здесь орудует техника. В Новоалтайске, как и в других территориях края, действует программа комфортной городской среды. Эта площадь – ключевой объект, самый масштабный и весомый, его бюджет – 32 миллиона рублей. Сначала город разделил эту весомую сумму на два этапа, но позже стало известно краевом доп. финансированию 16 миллионов, чтобы закончить объект в этом году. Тут будет сделана велосипедная дорожка, зоны для детей разных возрастов. Будут качели, карусели, скамейки, модернизируется полностью освещение. Вся площадь будет выложена плиткой. Асфальт, который был в 70-х годах, тут уложен, мы полностью убрали. Фонтан сохранят и оснастят цветомузыкой, газон заменят. Комплексное преобразование. При этом в том же Барнауле жители потока ждут элементарной поддержки чистоты сквера химиков. На этой неделе в городском паблике появился пост о его состоянии. Люди жаловались на высокую траву и кучу мусора. Писали в понедельник, а спустя несколько дней здесь оказались рабочие. Мы не могли не спросить о таком совпадении. Так необычно совпало, что только, наверное, читали, да, жители возмущались, что здесь очень высокая трава. Мы подработкой занимаемся здесь. Здесь я выкошил, но это давно уже. Где техника не подходит, здесь я вручную его обрабатываю. Здесь все по плану идет. Тут вообще, ну как сказать, просто просто на самом деле. Как оно сформировалось, сколько лет. Судя по деревьям, наверное, лет 30 минимум. Мужчина в прошлом – ландшафтный архитектор. С состоянием сквера недоволен. Говорит, даже при минимальных затратах здесь можно навести красоту. Газон, декоративные кустарники, малые архитектурные формы, ограждение, вот как здание здесь, вот я говорю, я узнал, надо уточнить. Если это действительно похоронбюро, то его надо отбить декоративным красивым забором. Есть и еще один немаловажный нюанс. Высокую траву просили скосить – скосили, а вот мусор под ней остался на месте. Замечаем. Например, от чупа-чупсов везде палки валяются, вот даже подминали. Добавим, что на этой неделе ученые классического вуза, которые участвуют в создании концепции «Барнаул – зеленый город», осмотрели проспект Ленина. Их задача – составить список рабочих рекомендаций о том, что и где высаживать на территории краевой столицы, не обделяя при этом вниманием аллеи и скверы. Надеемся, в этом списке окажется и сквер химиков. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...